Житель деревни по имени Джунар услышал посторонние звуки, которые напоминали рёв, но с визгливыми нотками. Это было похоже на то, что какой-то большой страшный зверь где-то застрял и просит о помощи. Мужчина решил помочь зверю и отправился по звуку. Вскоре он наткнулся на большую яму, в которой лежал леопард. Смотрите видео до конца, и вы узнаете, что было дальше. Всем привет, меня зовут Роман, и вы на канале Я в Шоке. Власти города для потребностей сельского хозяйства повсюду ставят большие бетонные колодцы, но обслуживать их должны только коренные жители. Но, как показывает практика, жители делают это небрежно, и в итоге в такую громадную яму может провалиться даже человек. Потому неудивительно, что один из таких колодцев стал ямой смерти для леопарда, который нуждался в помощи человека. Бедный леопард сидел на глубине 20 метров, и у него не было ни одного шанса выбраться оттуда самостоятельно. Из-за большого количества рисовых плантаций, которые устраивают местные жители, дикие животные вынуждены жить на окраинах полей, поэтому очень часто попадают в такие ужасные ловушки. Ведь на колодцах зачастую нет ни крышки, ни сетки, чтобы обезопасить животных от верной гибели. Если бы уровень воды, который был на тот момент в колодце, куда упал зверь, был выше, то леопард мог попросту утонуть. Появилась новая задача. Как вытащить оттуда леопарда? Ведь он сам просто не сможет оттуда вылезти. Леопард делал всяческие попытки выбраться самостоятельно из ямы, но не в силах это был сделать и уже потерял не только надежду вновь обрести свободу, но и силы, которые он потратил во время попытки вновь вылезти. Мужчина решил сообщить о своей странной находке местным жителям, так как животному становилось все хуже, а самостоятельно Джунар не мог справиться с поставленной задачей – освободить леопарда. Крестьяне сообщили спасателям, которые моментально отреагировали на просьбу местных жителей спасти леопарда и прибежали на место происшествия. Прежде всего спасатели кинули в колодец бамбуковых жердей, которые были связаны между собой. Он выглядел в виде плота. Теперь леопард смог держаться за плот, чтобы не утонуть. Но спасатели опасались, что когда начнут вытаскивать зверя, он может кинуться на них. Ведь все-таки хищник, который не испытывает ничего хорошего к людям, а расценивает их как очередную добычу. Спасатели решили спустить клетку. Но оказалось, это сделать будет непросто. Во время спуска клетки она столкнула леопарда из-за того, что раскачивалась, и хищник вновь упал в воду. Леопард из последних сил забрался на плот. Клетку наконец-то удалось спустить, и хищник покорно залез в нее, так как понимал, что другого выхода для спасения не будет. Наконец-то леопард был спасен и отпущен на волю. Журналист сообщил, что это необычно, и в то же время испытываешь чувство гордости за то, как видишь, что столько людей помогает выбраться зверю, который даже спасибо тебе не скажет, а может даже накинуться на тебя, ведь это прежде всего хищник. Но на свой страх и риск все жители и местная служба спасения пытались спасти зверя. В первую очередь для них это было живое существо, которое также вправе жить, а потом уже хищник. Ведь жители могут попросту забить животное камнями и после вытащить его, чтобы насладиться вкусным мясом после его приготовления. Но не сделали такое. Этот поступок заслуживает должного уважения. Но, к сожалению, никакие ограды не строятся, чтобы животные впредь не попадали в такие ловушки. Возможно, в скором времени жители все-таки придут к тому выводу, что нужно построить ограждения для своей безопасности и безопасности животных, которые часто попадают в такие капканы-колодцы. Ну а я в свою очередь хочу сказать спасибо вам за то, что посмотрели видео до конца. Если оно понравилось, вы можете смело подписаться на наш канал и смотреть другие интересные видео. Всем хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok